Агентство по финансовому мониторингу выявило риски посредничества и необоснованного удорожания угля для населения, причем конечная цена для потребителя увеличилась в несколько раз. В агентстве проанализировали три крупных угледобывающих предприятия. Они поставляют основной объем твердого топлива на внутренний рынок. Как стало известно, на межведомственном совещании профильных ведомств отдельное госучреждение закупает уголь по завышенным ценам. Теперь стоит вопрос сократить излишние бюджетные траты. На совещании спикеры также обсудили сезонное удорожание и дефицит топлива и отметили, что перед началом отопительного сезона уже поступают жалобы от казахстанцев. Сегодня перед отопительным сезоном уже имеются жалобы от жителей североказахстанской области по поводу роста цены на шубаркульский уголь. Мы провели свой анализ и направили предложение системными решениями в правительство. Как показали результаты на рынке твердого топлива продолжаются серые схемы с непродуктивными посредниками. Это негативно отражается на его стоимости для конечного потребителя. Озвученные проблемы очень актуальны и мы должны их решать именно с совместными усилиями. Сегодня совместно с нашими коллегами подписана Министерственная дорожная карта по работе на рынке социального угля. Антимонопольный орган совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Министерством финансов готовы в первую очередь ликвидировать посредников, оптимизировать расходы для социального населения. И в ряде системных мер, который мы сегодня обсуждали, это контроль над товарными биржами, обеспечить равный доступ в рамках тех компетенций, которые есть сегодня у мантимонопольного органа. Глава Минэнерго проинспектировал подготовку к строительству ГЭС Камбарата-1, сообщает Пресс-служба ведомства Кыргызстана. По ее данным, на гидроэлектростанции прошло выездное совещание под председательством Талайбека Ибраева. По данным Минэнерго, проход оставшейся части туннеля будет завершен к 31 августа. В рамках подготовки возведения ГЭС выполнены работы по прокладке воздушной линии. Установлены опоры для линий электропередачи. По словам Талайбека Ибраева, строительство ГЭС должно начаться в 2025 году. Он также проверил ход реконструкции подстанции Камбаратинской ГЭС-2. Мы ознакомились с ходом строительства тоннеля общей протяженностью 126 метров. 116 из них уже завершены. Оставшиеся 10 метров мы планируем завершить до 31 августа. Также сейчас активно ведется строительство дороги и моста. Мост возводят представители китайской компании. На данный момент идет строительство металлоконструкции. Я лично проверил выполнение подготовительных работ к строительству ГЭС Камбарата-1. Большая часть уже выполнена. В белорусских гостиницах и санаториях ажиотаж среди иностранцев. Туристы из соседних стран приезжают на здоровление и спокойном досугам. Привлекают цены природы. Отдыхающих привлекает широкая лечебная база. В списке больше 200 процедур. Но и за стенами лечебницы есть что посмотреть. В санатории места на летний отдых расписаны с апреля. Две трети туристов – иностранцы, эстонцы, латыши и жители стран Содружества. В год больше 12 тысяч отдыхающих. Их число растет. Для лучшего эффекта медики рекомендуют проходить курсы лечения не меньше 10 дней. Европейская компания по производству полупроводников – ESMC. Новый завод по производству микрочипов, который будет построен в Дрездене, Саксония. Станет первым предприятием по производству так называемых высокопроизводительных микросхем в Евросоюзе, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн во время посещения зарождающегося завода. Эта мера направлена на укрепление надежных поставок, устойчивости и цифрового суверенитета Европы в области полупроводниковых технологий в соответствии с законом о европейских чипах. Любители солнца, пляжи и море в Европе снова берут на вооружение горящие туры и отдых по системе все включено. Растущие цены на отели и авиабилеты возрождают спрос на пакеты, которые в последнее время выходили из моды. Среди других причин называют рост стоимости жизни, а также сбои и забастовок. Все это повышает привлекательность отдыха с фиксированной ценой, без неожиданных дополнительных расходов и с процедурой быстрого возмещения средств, если что-то пойдет не так. В последние годы все больше путешественников отказываются от одомбразного сидения в отелях и составляют собственные маршруты. Однако теперь стали чаще покупать готовые пакеты. Самыми популярными направлениями для отдыха остаются Греция, Италия и Испания. При этом готовые туры, которые не предлагают большой гибкости, составляют около половины пакетов, забронированных за последний год. Примечательно, что раньше пакетные туры бронировали в основном европейцы в возрасте 65 лет и старше. Теперь же растет процент туристов до 35 лет. Туристические компании также стали предлагать больше вариантов. Например, они позволяют бронировать билеты у другой авиакомпании или корректировать время поездки. Ожидается, что в этом году расходы на пакетные туры в Европе достигнут 117 миллиардов долларов. Это на 11% больше, чем годом ранее. А в следующем году, как ожидается, а не стал еще популярнее.